Путешествие с удочкой по Азербайджану мы начнем у подножия крепости Гала, в самом центре историко-этнографического музея под открытым небом. Мы посетим оружейную палату, изучим механизм функционирования средневекового лифта и, конечно же, попадем через секретный подземный ход к морю, где нас будет поджидать рыболов с удочкой и наживкой для ловли кутума и кефали на донную снасть. Вернув Каспию пойманную в нем рыбу, мы примемся за чехертмом из куриной грудки. А что это такое и как это едят, вы узнаете из кулинарной части нашей программы. Вкусно, интересно и с изюминкой мы проведем этот день в окрестностях Баку, пригласив и вас составить нам компанию. Добрый день, дорогие телезрители. С вами передача с удочкой по Азербайджану и я, ее ведущий, султан Задес Олег. Сегодня мы находимся в местечке Гала, и за моей спиной находится небольшая крепость, которая издревле охраняла эти места. Собственно, Гала и переводится с азербайджанского языка как крепость. Пойдемте посмотрим. Средневековая твердыня была построена в XIV веке как опорный пункт, охранявший торговые пути и служивший единственным защитным укреплением для многочисленных обширонцев, проживающих в этой округе. По заведенным в то время традициям, возвели эти стены и башни в самом центре поселения на возвышенности, с соблюдением всех имеющихся на тот момент знаниях о фортификации и военном деле. Гарнизон крепости был хорошо обучен и вооружен, о чем свидетельствуют многочисленные находки, о которых мы поговорим, зайдя внутрь одного из отреставрированных зданий. Сейчас, друзья, мы находимся в помещении, которое раньше изначально использовалось в качестве казарменного плана. Здесь жили воины, там в нишах хранилось оружие, а позже, уже в XVII веке, это помещение начали использовать в качестве мечети. А вот это неприглядное сверху взгляда отверстие служило для того, чтобы поднимать наверх оружие, потому что прямо над моей головой находится верх крепостной стены. Отсюда подавались стрелы, луки, может быть, холодное оружие, и на веревках поднимали наверх. То есть, такой своеобразный древний лифт. А вот это вот надгробные плиты. В древние времена, особенно поклонники зороастризма, на надгробных плитах выбивали специальные отверстия. Вот такие, вот такие побольше, вот здесь вот. Для чего это делалось? Для сбора воды. Для сбора воды во время дождя, по одной из версий, в этих отверстиях собиралась влага, вода чистая, дождевая. Этой водой могло воспользоваться любое живое существо. Птицы, звери, человек, изнывающий от жажды. Там внизу вход в подземный ход. Есть несколько версий, как эти подземные ходы использовались. По одной из версий они соединяли башни сторожевые. По другой версии они использовались для древних культов. Кроме того, есть предание, легенда, которая частично нашла свое подтверждение. Легенда о том, что весь обширон снизу покрыт густой сетью подземных переходов. И многие подземные ходы ведут прямо к морю. И сейчас я отправлюсь в этот подземный ход, чтобы попасть к морю и начать рыбалку на море. В нашем путешествии с удочкой по Азербайджану пришло время расчехлить снасти. Сделаем мы это на берегу Каспийского моря вблизи восточной оконечности Абширонского полуострова, в месте, где построенная дамба соединяет остров Пиралахи с материком. В корне имени острова лежит слово «пир», то есть «святыня». Пиралахи дословно переводится как «святыня Аллаха», хотя ранее остров носил имя Артем в честь псевдонима известного революционера Фёдора Андреевича Сергеева. Но нерелигиозное рвение и нежажда добычи чёрного золота привела нас в эти края. Мы приехали навстречу к адептам Невской катушки и советской телескопической удочки, на которую они успешно ловят кутума уже несколько десятилетий подряд. Здравствуйте, друзья! С вами передача «Судочкой по Азербайджану». Меня зовут Максим Дадонов, и сейчас мы находимся на одном из побережий Каспийского моря в районе, который называется Дубянди. На самом конце обширонского полуострова совсем недалеко отсюда проходит эстакада, которая соединяет наш полуостров с островом Артём. Здесь очень скалистый берег, есть песчаные небольшие отмели. Здесь довольно интересное дно, к которому подходит практически любая рыба, которая есть на Каспии. Крайне редко здесь можно встретить какую-то такую редкую рыбу, например, пресноводную, как сазан. В основном здесь бывает шимая, вобла, кутум и кефаль. Обычно кефаль ловится либо на хлеб, либо на морского червя, а не риса. Кутум в основном ловится на креветку. Последнее время начали замечать, что он с таким же успехом ловится и на хлеб. Шимая и вобла в основном ловятся на дождевого червя. По всему скалистому берегу стоят местные рыбаки, которые ловят различную рыбу. Сейчас мы будем общаться, скорее всего, с кем-то из них и попробуем узнать какую-то информацию, как они ловят, какие используют снасти и что, соответственно, они выловили за сегодняшний день. Эта рыба называется кутум. Вот она именно ловится на хлеб. И здесь даже один кефаль есть, я поймал. Одного кефали тоже поймал. Она очень вкусная рыба, это кутум. Она только... Вот здесь у нас по Абширону, в Баку, в Азербайджане, более, и в Дагестане. Но у нас в Каспийском море здесь не только кутум можно поймать. Здесь и сазан, и кепаль, и усач, и жерех здесь есть у нас. Много есть навыков ловить рыбу. Надо делать, например, для дальних бросков короткие поводки. Если на креветку не ловится рыба, уже на хлеб переходишь. Или на морского червя, или такие земляные черви бывают. Но, правда, они в редких случаях только рыба попадает, на земляные черви. Основной на хлеб идет рыба здесь. Правда, уже годами оно меняется. То на креветку идет, то на хлеб идет. Сам лично снасти использую с 1976 года. Советские спиннинги, телескопы. С небскими барабанами. Им почти что этим спиннингом моим. Почти по 41 год. 41 год им. Ну, каждый свой инструмент должен беречься. Как говорится, если хороший он рыболов, рыбак, он должен беречь это все. А самый сложный – это Невский барабан. Вот. Им вот бросать очень сложно. Например, мы жилку бросаем 2,5 на Невском барабане. Обычно его используют на безинерционных катушках. А я использую на Невских катушках. Это не каждый может бросать такие... Ну, непосредственно эту леску. Ночью остаемся с ночевкой. Старожки с подсветками мы используем. Вот. Чтобы ночью было видно. А обычно днем без старожков мы пользуемся. Только смотрим на леску и на конечник смотрим. И все. Под натяжкой он бывает в спине. Если рыба попадается, он дает парус. Уже видно, что рыба есть. Чем сильнее ветер, тем лучше для рыбака, для рыбы. Во-первых, течение бывает хорошее. Правда, иногда вот трава бывает. Она, правда, мешает сюда. Рыба отходит на глубину. При исчезновении травы рыба подходит к берегу. Намного уже легче бывает ловить рыбу. Ну, не обязательно, чтобы был северный ветер. Бывают и южные ветра. Вот после северного штурмового южный ветер. Хорошо рыба идет. Вообще-то проблем нет. Хорошего рыбака всегда рыба есть. Ну, попробуем половить тоже. Может, нам тоже повезет сегодня. Может быть. Все может быть. Сегодня мы будем ловить на Донную снасть. Это спиннинг с 6000-й катушкой. Длина 3,6 метра. В принципе, больше нет необходимости. Груз 125-150 грамм. Желательно с проволокой-якорем. Потому что довольно-таки сильное течение, чтобы его не сносило. Основная леска у меня здесь стоит плетенка 0,28. Поводок используется 0,6. Так как дно скалистое, и при подъеме груза поводок цепляется о скалы. Чтобы не перетереть его, мы используем более толстую леску. Это классический поводок для ловли кутума. Самый распространенный, который используется при ловле у нас на Каспии. Груз с вот таким вот якорем из проволоки. Для того, чтобы груз не сносило боковым течением. Соответственно, 3 места для крепления крючков. 3 крючочка. И карабин для того, чтобы подсоединить этот поводок к основной леске. Обычно еще используют леску на выброс. Это где-то около 10 метров. Ну, я в своей конструкции не использую. Леска довольно-таки качественная, хорошая. И, то есть, как бы разрывов не было. Это уже второй сезон я использую эту леску. Все нормально. То есть, карабин самодельный. Обычная металлическая петля из скрепки. И сверху капроновый кембрик, чтобы вся эта конструкция не отвязалась. Собственно, никаких излишеств. Соответственно, шестые крючки на кутуму вот такой формы. В это время года рыба не поднимается высоко. Она в основном находится у дна. Поэтому мы ловим на нижние два крючка. Самый нижний около 30 сантиметров. Одна и верхний где-то 50-60 сантиметров. То есть, это довольно-таки приемлемые условия для ловли рыбы. Кутум как раз сейчас кормится именно на этой глубине. Это каспийская креветка. Сейчас как раз креветка откладывает икру. И на Каспии каждый год одна и та же проблема. Когда есть креветка, пока еще нет рыбы. Когда появляется рыба, креветка прячется, соответственно, чтобы отложить икру. Сейчас мы попали как раз в такой сезон. Очень с трудом нашли. Креветка сейчас в Азербайджане под строгим надзором. То есть, вылов креветки запрещен. Ну, мы купили ее легально в официальном магазине, живую. Так что можем смело ее использовать. Также мы сегодня будем ловить на морского червя Нериса. Его у нас здесь тоже можно приобрести. То есть, на него очень хорошо идет кефаль. На него также попадаются шамай и вобла. То есть, кутум обычно этого червя игнорируют, но бывают редкие исключения. И также есть технология ловли на хлебную корку. Этот хлеб называют в Азербайджане заводским. То есть, это формовой хлеб. Самый распространенный. Его можно купить совершенно в любом магазине. Нарезается полоской шириной в один сантиметр. И сворачивается вот таким образом. Вот на такой рулет в последнее время все чаще у нас клюет кутум. И также хорошо идет на такой рулет кефаль. Даже сто лет так далеко не бросал. В такую ветреную погоду обычно мы устанавливаем спиннинги в натяг, чтобы сразу было понятно. Это трава мимо проплывающая зацепила, или это волны, или же это на самом деле рыба. То есть, как бы каких-то определенных старожков обычно не устанавливается, потому что просто они в такую погоду не работают. То же самое в полный штиль. Забрасывается спиннинг и устанавливается какой-то провис. Дело в том, что рыба на самом деле кутум довольно-таки пугливая. И для того, чтобы ее не отпугивать лишний раз, то есть делается вот такой провис, чтобы она успела взять наживку, ее куда-то потянуть и не пугалась. То есть в штиль применим такой метод ловли. Более-менее ветер, когда там 2-3 метра в секунду, обычно мы ставим старожки, и то есть там уже процедура стандартная, как и везде. Но в такой ветер смысла их ставить нет, потому что они нас будут только отвлекать. У нас тут поклевочка, но что-то не очень крупное, судя по всему, потому что борется неактивно. Может быть, бычок. Вот такой вот малечек у нас пришел на хлеб. Это кутум, но это очень мелкий кутум, это, можно сказать, малек кутума. Он какой-то совершенно у нас напуганный и неактивный. Этого малька мы отпускаем. Плыви и позови родителей. Это у нас кефаль, тоже меленькая, но сейчас косячок, видимо, подойдет. Да, совершенно верно. Это у нас маленький, прямаленький кутумчик. С чужой, причем леской. Ну вот на ней висел кутумчик. Есть, есть, маленькая, но есть. Вот это наша Каспийская кефаль. Очень маленький экземпляр, видимо, большая еще не подошла, но вероятность того, что подойдет, есть. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя наша рыбалка подходит к концу. За сегодняшний день мы наловили некоторое количество рыбы, может быть, не очень много, но на Каспий она водится. Остальных рыбаков, в связи с тем, что они заняли места немножечко пораньше, из нас, их, конечно, отличаются, улов побольше, но в следующий раз мы приедем более подготовленными и, думаю, будем ловить наравне. С вами был Дадонов Максим и до встречи в Азербайджане. Друзья, наступило время очередной нашей кулинарной части, самой вкусной, самой аппетитной части нашей передачи. И сегодня я буду готовить для вас чихартму с лобби. Что такое чихартма с лобби? Во-первых, это курица. Во-вторых, это молодая фасоль, зеленая стручковая фасоль. Она у нас называется пахла. Вы смотрите, вот ломается с хрустом прямо. Изумительно вкусная вещь. Как это готовится, расскажу вкратце, быстренько, пока расходятся у нас угольки. Фактически, как я называю это блюдо, это курица в собственных детях. Почему в собственных детях? Потому что мелко нарезанную курицу мы будем готовить в яйцах. Для начала берем кастрюльку. Вот у нас свежевымытая кастрюлька, здесь даже водичка еще есть. Выливаем водичку и ставим на угли, которые постепенно расходятся. Пока будет выпариваться водичка из кастрюли, мы разберемся с курицей. Что мы берем? Самое хорошее для чихартмы, это, конечно же, куриная грудка. Мы ее берем и начинаем аккуратно нарезать. Куриная грудка очищена от шкурки. Шкурка нам не нужна. Мы берем вот такие вот, делаем кусочки, полоски. И начинаем их вот так вот настругивать. Раз, два, три. Меленько. Ну и не так совсем, чтобы мелко, но достаточно мелко. Готовится блюдо очень быстро, очень легко и получается очень сытным и очень вкусным. Как я говорил, кусочки можете сделать соломкой, квадратиками, кубиками. Это, по сути, не важно. Главное, чтобы курочка была порезана настолько мелко, чтобы она быстро приготовилась. И чтобы вам было вкусно положить этот кусочек курочки в рот, наливаем немножечко растительного масла. Чуть-чуть. Оно сейчас может. Нет, не может. Отлично получается. Здесь горячо, температура хорошая. Лук очень быстренько будет готов. Я режу лук. Предпочитаю резать лук крупными кусками. В данном случае я его сделаю полукольцами. Лука много не надо. У нас две грудки. Соответственно, мы возьмем 2-3 луковички максимум. Вот одна луковичка, вот вторая. Лук молодой уже этого урожая. У нас весна, у нас все уже практически созрело. Наши агрономы, фермеры радуют нас свежими продуктами, свежими овощами урожая этого года. Чистится легко, быстро. Никаких заморочек, ничего сложного. Убираем лишнее. Все. Луковицу раз, порезали. И начинаем нарезать полукольцами. Вот так вот. Первую часть сделали. Закидываем сразу же в масло. Вот так вот. Сковородка отлично раскалилась. Угли прямо горят. Я даже думаю, что нам придется немножечко их убавить. Сейчас заложу весь лук, а потом займусь углями. Вот так вот полуколечками лук накрошили, накромсали, дорезали. Собрали в две ладошки. Не поместилось все, не беда. Сейчас доберем. Собрали. И прямо в сковородочку. Немножко перемешали. Вот так вот, чтобы все, весь лук чтобы был в масле. Ну а теперь мне надо немножечко заняться углем, чтобы у нас ничего не сгорело. Ну вот, друзья, я поправил угли, немножко убавил жар, чтобы лук не сгорел, чтобы вообще у нас ничего не пригорало. Вот он прекрасно пассируется. Сейчас я закончу с курочкой и продолжим уже закладывать все вовнутрь. Мы готовим на природе, поэтому используем мангал. Кстати, в мангале у нас изумительный уголь из ореха и из граната, из гранатового дерева, дает очень ровный, очень приятный жар. А дома мы просто берем обычную газовую плиту и на ней тихо, спокойно, абсолютно не напрягаясь, готовим. Ну что ж, курочку мы порезали, теперь мы закладываем ее прямо в лук. Обязательно перемешаем, обязательно, чтобы курица смешалась с луком. Заметьте, я не кладу пока никаких специй, они пойдут попозже. Ну вот так вот. Пока готовится лук с курицей, мы займемся молодой зеленой фасолью, лобби. Мы берем пахлу и начинаем нарезать ее. Обычно чехерту готовят без лобби, просто курица, залитая яйцами. Но для более сытного обеда, для того, чтобы почувствовать, что сейчас на самом деле весна, мы с вами обязательно добавим вот эту зеленую фасоль. Не забываем про то, что у нас на огне. Поворачиваем и обязательно перемешиваем. А мы пока закончим с фасолью, возьмем еще несколько стручков. Вот так вот. И ничего не дожидаясь, прямо туда, в эту курицу и лук, мы складываем нашу фасоль. Еще не готово, но уже на пути к тому, чтобы быть готовым. Перемешиваем все. Видите, куриная грудка стала белой. Это значит, что процесс готовки пошел. Она отдает сок, набирает сок, сохраняет сок внутри себя. Такой вот интересный процесс происходит у нас. Сейчас она смешалась с молодой фасолью. Фасоль тоже начнет томиться. Если бы я готовил на газу, я бы, наверное, сейчас убавил газ и закрыл крышкой. Но поскольку мы готовим на открытом воздухе, на открытом огне, этого я делать не буду. Я просто буду почаще перемешивать. Наша чехартма стоит уже некоторое время. Курица практически готова. Она готовится очень быстро. Я не преследую цели довести фасоль до состояния каши. Я хочу, чтобы фасоль во рту, чтобы она даже чуть, может быть, похрустывала. Поэтому уже сейчас я начну готовить заливку. Для приготовления чехартмы возьмите куриную грудку и мелко ее нарежьте. В разогретую кастрюлю налейте растительное масло. Две-три луковицы нарежьте крупными полукольцами и положите в кипящее масло. Перемешайте. Нарезанные кусочки куриной грудки положите в кастрюлю и снова перемешайте. Возьмите молодую зеленую фасоль и мелко ее нарежьте. А затем добавьте полученные кусочки в кастрюлю и снова перемешайте. Пока блюдо тушится, приготовьте заливку. Разбейте пять куриных яиц в глубокую тарелку. Посолите, поперчите. Добавьте в тарелку щепотку сумаха и тщательно перемешайте, доведя до однородного состава. А щепотку куркумы высыпите в кастрюлю. Вылейте содержимое тарелки в кастрюлю и сразу же перемешайте. Накройте блюдо крышкой и дайте ему потомиться три минуты. После чего подавайте его к столу, сбрызнув лимонным соком. Сейчас я сниму крышку, понюхаю аромат и просто по запаху скажу вам да или нет. Это стопроцентное да. Наша чехертма готова и сейчас я прямо с огня начну выкладывать в тарелочку. Вот так вот. И вот так вот. Полноценное второе блюдо. Для красоты я возьму еще дольку лимона. А для вкуса я возьму четвертинку лимона. И сбрызну это дело просто сверху, вот так вот, соком лимона. Господа, с вами была передача с удочкой по Азербайджану. До новых встреч. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин